Сейчас с Петровичем разговаривал, с папой Руслана. Он как давай вспоминать, говорит, что мы обязательно все должны приехать к нему потом, напиться в привольный. Вот, и огромные слова благодарности мне, ребятам, давай вспоминать, как движок на фальсвагене сгорел, и мы его толкали. Как мы утекали от чуваков из лоба. Мы все помнят, Петрович, слава богу. Вот он, вот нам свидетели и судьи, ребята. Отец пана, сейчас я с ним разговаривал. Ценит очень, все советовался по конкретным делам. Говорит, Серый, давай наградку поменяем, там она какая-то. И про памятник я сказал, это я, пацаны, для всех, для нас. Я хочу обратиться к вам к многочисленным, ну, откуда-то появившимся сотням, тысячам защитников Товгая, этих плакальниц, плакальщиков, всех этих панихидных цифровых ребят. Кто такой Петр Петрович из МИСа? Первый вопрос. С поселка Привольный. Какое он отношение имеет в виду к группе Ляпи Струбецкой? Фальсваген, может, вы помните? Погоню из Жлобина? Вы знаете Зеленко или Загорина? Вы знаете Сверидовича? Так. А Ангарская, северный поселок? А Бурея, вы знаете? Знаете, если вы не ответили ни на один вопрос, который я вам задал, я вас прошу, оставьте светлую память крутого мужика, крутого музыканта моего времени, всю жизнь, даже если мы были не рядом, мы всегда передавали друг другу весточки, поздравляли днем рождения, основного года. Оставьте его в покое. Ясно? Ясно? Не трогайте, потому что он этого дико не любил. Это не потому, что я так не люблю, потому что я знаю, что любил Пан. Пан любил Ренси, это CDC. Он не любил всяких этих сплетен, еще чего-то. Он очень... Если бы у него спросить, Пан, что ты хочешь, он бы сказал, что надо идти в ирландский паб, шпарить шпатом или харп, танцевать, веселиться и очень громко славить песни, которые он записал. Ставьте его музыку, ставьте первый альбом Брута, где он играл, ставьте песню Железный, все альбомы Ляписов, он дико это любил. И это будет о нем лучшая память. Рассказывайте про него истории, те, кто его помнит. Байки уберите, потому что, ну, это позорит серьезного, крутого музыканта и мужика. Многие скажут, ну, про Пана говоришь, неподобающая музыка. Вы знаете, где Пан начинал вообще? Он начинал в очень серьезном халдбенде, где играл его отец Петр Петрович, мой друг большой, который я очень люблю, потом водила цыган, ну, предводитель. А Пану было 12 лет. Вот 12 лет, всю попсу, ну, в хорошем плане, тогда-то это было Барыкин, Кузьмин, Песняры. Наизусть, наизусть, это уникальный вообще человек, столько он в голове держал. И вы знаете, несмотря на то, что, ну, мы все как бы рок-н-ролльщики, он очень любил Энтрекс, Восе 10, Металлика, ну, и он таких из обломков, на обломках банд металлистов из 10-х, с Ангарской. То есть, в 80-е металлисты, это были кто? Хулиганы, пересмотрите фильм пацаны. То есть, потлаты в джинсах, если написано там Веном, блядь, там, ну, это значит, сейчас будет закурить копеек семок, с какого района, кого знаешь, Буратино, Плюмбум. В общем, такой, Пан, оттуда. Но он при этом жутко много знал этих песен, потому что, ну, по работе. И поэтому, если появлялась гитара, то он валил, ну, не останавливаясь, на любую тематику. Ну, Розенбаума надо было там для фуганцев сыграть. Блатные песни он всегда знал. Ну, и, конечно, баян. Баян, про баяна я вам расскажу. А еще Пан был великолепным баянистом. Но он, как интеллигентный человек, из цитаты Тома Вейца, он говорил, что интеллигентный человек, это не тот, кто прекрасно играет на аккордеоне, а тот, кто это никогда не делает на людях. Ну, такой, сырой не небольшой. Так, Пан был фестивальный баянист. Фестивальный, ну, есть просто баянисты, там, подыграть, это Олег Скрипка. А есть и фестивальный, это уже Чистяков. То есть, это человек, который там, классику Бетховена, как на органе, то есть левой рукой. Он по фестивалям гонял, поэтому он на баяне шпарил такие сложные партии, но он дико не любил сапог, именно из-за этого, из-за постоянных конкурсов каких-то, что ему приходилось с кем-то соревноваться, что-то доказывать, атмосферным знанием сальфеджио, уникальным. То есть, никто, кто заканчивал консерваторию, много музыкантов с нами работал, там, куча людей, великих-великих артистов, они всегда удивлялись. У него было, ну, не знаю, он как дирижер оркестра. Мгновенно любая модуляция, любой расклад аккордов, мгновенно. И я бы это назвал абсолютная музыкальная пауза. Он слушал песню один раз и мог ее воспроизвести почти полностью. И текст, и музыку. Сколько раз нам спасалось. Или на глазах такси, кстати, то, что мы спели, в поселке Привольном, где директором Дома культуры работал Петр Петрович Владыка, папа Руслана. Петрович, мы его просто знаем, он был практически участником коллектива, потому что мы гоняли на его фольк-пресса. Удирали от разъяренных ОМОНовцев из Жлобина. Потом этот заглох, фольксваген, мы его толкали. Ну, вообще, и мы с ним выступали. Он во дворце шахматы шашек с нами выступал. Петр Петрович, он частушки знал. Играл на тимбалях, он называл. Серый, я тимбали возьму. Тимбали всегда помогут, когда аппаратура сломается. И он брал тимбали и начинал на тимбалях, подмигивал и... На дорожке, на дорожке, дед на бабе, польку режет, аш, трасутся, каутаны трасутся. Ну, он такие деревенские, эротические умел. Петр Петрович. Там, ну, гены, упана гены, артиста. Я сказал музыкальная пауза в видосе, а вот я говорил про музыкальную память. Спасибо. Спасибо. Мерси. Так вот, мы в поселке, почему привольным оказались, мы там репетировали. Там Сироп и Пан проходили практику. Директором работал Петрович, папа Руслана. Мы проходили практику. А Сироп там видеосалон организовал какой-то, Пан наработал преподавателем, ну, как практикант, то есть преподавал баян, по-моему, даже гитару, сальфеджио. Ну, и мы там репетировали. И надо было играть отчетные концерты. И вот был первый концерт для Писа Трубецкова. Мы играли свою тогда, ну, наверное, первую программу, Третья мировая война, наверное, она называлась. Там песни, как вы понимаете, Гриня Фомин, Буфетчицай, название Мононист. Очень провокационное. И мы все это вывалили в переполненном ДК Привольного. Играли эту программу там с орокезами, с клепками. Я, по-моему, тогда Зеленко на барабанах еще играл. Или уже Леша Загорен, точно не помню. Сироп уже был с Тубой. И были Сверидович на бас-гитаре Рыжий. В общем, мы выступаем, валим там, кривляемся. Ну, уже понятно было, и Пан, ну, многих местных знал, поддатые пришли. А поселок Привольный это такое продолжение партизанского. И там было очень много таких хулиганов, которые ездили в Минск на дискотеке МАЗа, на кинотеатр Дружба, в Чижовку. В общем, дрались, блядь. И они были, конечно, возмущены бабушки, потому что себя, ну, чувствовали неловко. И мы понимали, что сейчас нас будут пиздить. И там в какой-то доле секунды Пан говорит, давайте такси, петь такси. И я бородил в куплете, ну, от себя тяну, смешил людей, бабушек. Ну, просто что-то разговаривал, рэповал. А зато припев потом Камтугеза. И мы разбросим этот зеленоглазый такси и стали богами вообще в Привольном. Пили. Дня три, наверное, из этого поселка не могли выбраться. Вот такая практика была. Только самые близкие люди еще знают, что одним из самых больших влечений и страсти Руслана была авиация. У него дома был, как это называется, симулятор. И он в онлайне летал из Минска во Владивосток или там, ну, какие-то выбирал себе в онлайне. То есть Наташа, супруга, там, ему как стюардесса заносила, стучалась, наверное, там, капитан, разрешите там. Ну, это мы так с пацанами иронизировали. Немножко подкалывали его. Он досконально все знал. Он по звуку любой самолет мог отличить. Просто по звуку. Досконально знал все устройства гражданского аэропорта, военные самолеты, все марки. Вообще, когда кто производил. Ну, и, конечно же, его мечта была когда-нибудь иметь симулятор. Он всегда знал все эти глиссанды, на какую полосу мы сядем, как аэропорт в каком городе мира называется. Это было настолько сильной страсть, он мог объяснить всю работу авиалайнера. Ты мне спрашиваешь, что такое створки ЦАП-супан? Он тебе объясняет, что вот означает такая или иная команда капитана. Как ну, вот баба-ёшка. Вы, допустим, знаете, кто это? Это те, кто приезжает убирать в самолете, когда самолет прилетел и быстро должен улетать и там привозят уборщицу. Он знал сленг. Это баба-ёшки, ну, внутренние. И я уверен, если бы его посадить за руль авиалайнера, совершенно можно было спокойно там лететь и не волноваться. Не за свое здоровье, не за здоровье пассажиров. То есть, вы представляете, какой многогранный человек. Он все свое время по плее либо вот, ну, авиации. То есть, все время он куда-то летел и мы знали, что в это время нельзя пана трогать, потому что, ну, самолет же упадет какой-то пилотный. Вот. И вот такие дела. Крылатый парень. Крылатый, окрыленный. Парень ненавидел в клипах сниматься, но не любил очень. Иногда искусственно пропадал. Вот клип Яблони знаменитый, но нам очень он нужен был. У него была роль важная, но он, как обычно, пропал. Я уже знал несколько мест, где его можно искать. Главное, надо было знать последнюю точку, где его видели. Чижовка, Степянка, Слепянка. Я уже знал Хазы. Там Коля покойный друг был жив. Можно было через Сытый Папа такое место возле Комаровки было. Такой опасный классический из 90-х кабачок возле... Ну, и пан там был завсегда. Он всегда там всех поил, радовал, с концертов приял с гастроли. Он такой очень проставлял всем там, все знают, сейчас Руля приедет и потом еще сам садился за Колю и пел. Коля, это друг его огромный и замечательный, который, ну, каким-то я не знаю, почему он не попал. Его приглашали в различные профессиональные группы, там, в Песняры, Верасы. Ну, он такой был хулиганил. Коля. Это лучший друг по-моему, если кто не знает. А лучший друг из нашей группы его был Дима Бобровка, младший. Они никогда не расставались. Он лучший, это его лучший друг, самый близкий. Они в одном номере жили, делали 16 градусов тепла, но они же такие викинги. И лежали к ним, заходишь там, ини, они лежат и палят. Ну, вечером то. На двоих такой. Такая пара громадный, Дима, 200 килограмм, и пан такой. Но при этом они, у них все одинаково. То есть, если на обед пан говорит, мы с Димоном как волки, едем раз в неделю. Усю. Ну, это такая, ну, типа шутка, но в ресторане по рульке, Жульян, три-четыре кофе, пан очень много кофе пил. такая история. В сторизах у меня есть клип яблони, вот, ну и пан как и пропал. Мы его, короче, как-то разыскали на Грушевке через знакомых бандитов на хазе на одной. Привезли его. Ну, и кто-то тогда сухой закон, наверное, калмык врубил. И мы пану не успели дать прокачать. И вот его взгляд с этой кружкой, да, где его к этим одели красноармейцы, это он не успел прокачать, у него там так рука трясется. И все такие, какой у пана взгляд, какой он артист. А он не играл ничего, у него такая боль была после запоя. Но потом мы похмелились и, конечно же, в проруби купались. И заново все начали и веселились. Но вот это его взгляд такой пронзительный, с болью и строгий одновременно. Три любимые группы пана, это Rancid, ACDC, Rage Against the Machine. Он очень уважал в партии много играл, на чеках, это они любили там с шурупом что-нибудь валить. Но вообще, конечно, он уникален был. Про музыку мог часами рассказывать. И самое интересное, это единственный человек, мы как-то на студии в Киеве с Владом Юруном и с Виталием Телезиным пана тестировали. Он сидел в студии, ему в эмуляторе включали в уши звучание различных комбиков, и он точно на 10 или 12 ну, просто он сидел, и мы переключали, он говорил Трэйс Элиот, ну, там, Ерун или Телезин, они просто были в шоке. Но я вам уже рассказал, что он вообще-то, ну, вообще-то, он кроме гитар, музыки и авиации еще увлекался оружием. Вот это я вам расскажу, это отдельная история. Иногда очень опасные были моменты, но вообще про оружие он мог рассказать тоже все, все. И, конечно, мешал нам, когда мы смотрели Джеймс Бонд или какие-нибудь боевики, потому что он все время говорил, это вранье, вот этот так не стреляет, тот туда не бьет, это звук от другого пистолета, это они перепутали, этому нужно было, ну, вообще, представляете, насколько многогранный человек. Я все про него расскажу, все самое интересное, потому что он достоин своей Одиссеи, своей энциклопедии огромной, огромной энциклопедии пана. Прочитал в родной МК, переслали мне Михалок, прислал три корзины цветов и деньги, ну, так звучит, угрожающий, или ну, по анархо-олигархам, типа, вся братва пришла, а он только корзины прислал. А у меня концерт сегодня здесь, у меня контракт с одной фирмой-производителем креплений лыжных. Я сам не езжу, но крепления люблю, я люблю, когда все крепко. почитал, неплохая статья, все были, слава богу. Даже Пашик Козюкян, Козюкевич появился, Козюкян его зовут, путаю все. Женя, все молодцы, но там есть немножко не очень, ну, не очень понравилось про пана, совершенно безобидный, крутой мужик был, я с ним в таких потасовках участвовал, что вы гоните? Он с Ангарска, металист. Мы на Северном один раз, у нас друг Попов, его фамилия, Олег, причем его зовут, и мы были как-то у него на Ангарской видике двое суток смотрели, у него батя, он у него за убийство сидел. Он говорит, пошли, вы здесь сколько собираетесь отдыхать? Мы двое суток пошли на пивняк, а он не пил сам. Говорит, мне надо вас представить нужным людям, чтобы вы потом приходили, и вас никто не трогал. И он пришел, нас показал Наришем, там, вахтой там называлась. И все, мы уже там гуляли, потому что, ну, это северный поселок, Апан-Сангарской, Йош-Сангарской, и там были свои трабли, потому что северный это цыгане, и трафик, трафик, сами понимаете, чего. представил нас. А классный мужик был, если надо бы подраться было, он всегда был за, и умел это делать ловко, и смело. А еще он спорить очень любил, это немногие знают, у него постоянные пари. Наспорт, 28 стаканов компота, но он выпил только 25, 28 он не выпил. Но, ребята, столько изюма от компота по различным уборным потом в округе километра я не видел. Панк называл это, ну, извините, рыгать как кот. Раз 20 этот компот выплевывал. Ну, мы же тогда пили. Слава богу, что он, ну, это как запилон. 25 компотов. Еще Наспорт, Панк, при мне, литр кетчупа засадил со ствола, вот так. Но у него гены. Петр Петрович при мне один раз с чайника выпил две бутылки водки в три глотка и не зажужжал. Гены на алкоголь, на алкоголь у пана были гены стальные. Перепить его было невозможно. Даже Димон валился, а у Димона декалитры, декалитры влазят. Ну, так что Пан нормальный был мужик, такой, как и нужно быть мужчине. Да, добрый, да, порядочный, но если появлялся сволочь рядом, то Пан принимал вызов. А еще есть истории Пана и оружия, стрельбы. Он очень любил стрельбы. У него было очень много друзей всяких со спецназа, там, с алмаза. Вот. Истории эти были иногда комичные такие. Мы сидим в баре, мы репетировали на Чапаево, рядом был такой подвал, душный, только пить, не есть ничего, только пить. И мы сидим, Пан сидит в швондере, в таком свитере и в кожаной куртке. Мы уже в майках сидим, жара неимоверная. И Пан такой, ну, мы Пану, и Пан красный уже сидит, у него шанец такой, индикатор был, он это называл шанец, нос становился красным таким, большим, набухал нос. Это единственное я его выдавала, что он поддатый. И сидит мокрый. Я говорю, Пан, да сними ты куртяк, Кожан. Да мне нормально, ничего, мне хорошо, серый. Его, ну, доставать этим. Да не могу я его снять. Я говорю, почему? Он, ну, Кожан показывает, у него портупея, и там волына торчит. Мы такие, блядь, Пан, ну, ты опасный чел, зачем ты волыну носишь на репу? Стиль. Один раз на жудро играем, так концерты бывали, такие, когда мы Пана разыскивали, откуда-то, привозили на концерт. Ну, в общем, играет концерт, Пан, вроде все нормально. Посреди концерта что-то он мне показывает и, мол, ну, паси сюда и куда-то ну сюда показывает. Я думаю, посмотрит скворечник, может, у него расстегнулся или что. А он, паси мне, швайку подымает, и у него волына здесь торчит. Он на концерт с волыной вышел, в жудро. Мы выступали тогда, ну, со стрельбой. То есть, Пан, вот, в определенные этапы жизни. Ну, Пан Байки умел рассказывать классное. То, что он ездил на спецзадания в Аргуньское ущелье, это знали все. Ну, и все в это верили. Верили, потому что Пан иногда рассказывал такие истории и так это делал, что ты ему верил. Но сегодня это про Пана. Смотрите, снег пошел. Мы один раз был в Вольсваген, а Вольсваген грузовой был у Петра Петровича, у папы Русланы. Он нас вез куда-то, я не помню, в Марину горку или куда-то. И он грузовой, белый такой, сидишь, там холодно, поэтому, ну, так, спиртом протираешься. Внешне, изнутри кальсоны обыкновенные возили. Ну, кто кальсоны, считалось западло. Ты же типа рок-музыкант, зачем тебе кальсоны? Кожаные штаны на голое тело. Про Пана историю хотел рассказать. Или про пропана. В общем, мы застряли, я не помню, где. Хотел сказать, в районе Жлобина, но мы от Жлобина уже отъехали. В общем, была такая история. Мы приехали, да, первый раз в Жлобе. Большой дом культуры, солидный, директор очень строгий человек. Ну, что-то мы там поцапались на, в период еще отстройки. Что-то там не понравилось мне. Ну, я понимаю, что, скорее всего, я себя плохо вел, потому что мы так гасили. Холодина была ехать на этом белом фолькфагене. Мы с ним поругались. Ну, и я на нервах стал дальше употреблять зло. Ну, и концерт. Тогда же еще не все, все лучшие люди города ходили на хайп, хоть этого слова не было, а мы были хайпом. Никто не понимал про нас скандальные статьи, но молодежь дико любила перебитки. Ну, а на первых редакциях лучшие люди города. Женщины с вавилонами, массивные украшения, янтарь, массивные украшения, янтарь, ну, все, что положено. Тогда же были времена такие, что надо показывать. Бусы, которые там бабушка подарила, и т.д., и т.п., и сели на первом ряду, а я вышел, пою, и там песня, пятая или шестая была «Паренек под следствием». Ну, и я пою «Кому, да никому», и прямо в переднем ряду показываю «Пиздоболу одному», в второй раз «Кому, да никому, пиздоболу одному», и уснул на сцене, прямо повалился и захрапел с микрофоном в руке или возле губ хотел соврать. Но я этого всего не знаю. Ну, вообще, я этого не помню, потому что про это мне рассказало с разной долей катастрофичности, другие люди рассказывали. Ну, вот, ну, вот, я вспомнил только, помню, вот с такого момента. Мы идем по какому-то жилмассиву с паном, гремят бутылки в пакетах, жизнь прекрасна, в каком городе, что, я так примерно представляю, мы идем с паном, я говорю, пан, вырежем сейчас, выпьем, а потом вырежем ракенролла, вырежем сейчас, выпьем, а потом вырежем ракенролла. Пан идет, смотрю, грустно, на него это было не похоже, он говорит, вырезали уже, серый, блядь, начинает, знаете, когда вот подбирается что-то такими приливами, как свой среди чужих, чужой среди своих, когда это было фильм, проблески, говорю, в смысле врезали, пан, он говорит, уже все, говорит, ОМОН серый вызывали, хотели тебя на 15 суток за злостное хулиганство забрать, директор в ярости, мы тебя чуть отбили, я говорю, что было, ну, он рассказал, говорит, что ты, ну, послал, прелюдия, блядь, скандал, там вообще закатил, я говорю, стой, дружище, давай, пригубил, он говорит, ну, стой, мы сейчас как-то выйдем оттуда, тебе туда не появляться, они меня взяли, ну, мы уезжаем из города, поджавший хвост, на всех разъебали, мне дико неудобно перед ребятами, что всех так подставил, бадун еще, ну, я начинаю качать, и вдруг за нами погоня, за нами едет какой-то москвич, или жигули, переполненный пьяными людьми, и закону люлюкают, что там машут руками, бутылки в руках, и т.д. и т.п., ну, и Петрович на фольксвагене пытается развить бешеную скорость до 50 км в час, все, что мог выдавать этот бусик, ну, мы как место встречи изменить нельзя, кричим, давай, давай, столик, ну, он говорит, на сцене будешь Сергею Владимировичу командовать, ну, как Высоцкому, в общем, хрипит фольксваген, но не оторвались мы от погони, останавливается, и так нас подрезает, человек в 8 или 9 выпаливает таких веселых ребят с фингалами там, и думаю, ну, сейчас живыми не дадимся, блядь, приготовились драться, а чуваки вылазят и становятся на колени, откуда появился, ты наш бог, мы в жлобине, блядь, единственные панки, блядь, настоящие, нормальные там, автоматический удовлетворитель, веселые картинки, летово, блядь, но чтобы в нашем ДК выступали настоящие панки, с матами, со скандалом, и послать, блядь, ты наш бог, это лучший концерт вообще на свете, который мы видели, мы больше такого никогда не увидим, короче, ну, не знаю, как остальная публика, но эти 9, блядь, мы часа 3-4 на каких-то придорожных шашлычных бухали, обнимались, потом дружили еще много, вообще, представляете, вот это фурор, ну, вот такая история про пана, или не про пана, сейчас много различных фактов, но они все будут интересны, наверное, публике, я последнюю фотографию пана до трагедии видел с сиропом, они с Лехой, ну, где-то там они отдыхали, на месте работы где-то Леха там работает, вот, может, собирались совместный рэп какой-нибудь забацать, потому что, ну, Леша-то дружил с паном, это же у пана был день рождения, у него уже моего телефона не было, мне Саня Мышкевич недавно рассказал, он говорит, позвонил, пан всех пригласил на день рождения, что когда мы будем в городе встретимся, и сказал, передай Рамуальдычу, что я его люблю, пан меня Рамуальдыч звал почему-то, я Рамуальдыч, пан, я тоже тебя люблю, дружище, ну, пан долгое время был холостяком таким убежденным, вот, и тут мы поехали в тур, тур такой был, поезд останавливался там на задворках, два-три дня мы кентовались с различными группами, ну, там, по разным городам, 36 городов было, рок-н-ролльный тур такой, и, ну, пили там эти два дня, я все время буду рассказывать про то, что мы пили, но это не секрет, мы самая пьющая группа была, мы поехали в этот тур, побожились, что не будем бухать, и взяли коньяка, 24 бутылки, типа, будем только перед концертом бутылку коньячку, первый концерт был в Нижнем Новгороде, и мы с иллюзиумом познакомились, ну, мы типа с Капанг, ну, около что-то, диско с Капанг, а не с Капанг, и, короче, уже в этот вечер еще есть затылки, и т.д., и т.п., ну, вот в таком месиве мы как бы проводили время, и тут пан пропал, но нету его, и нету, где-то, наверное, пошел погулять, повеселиться, не можем его найти, ни в купе, ни кругом, ну, тут он приваливает, у нас охранниками чуваки были бывшие ФСБшники, классные мужики, очень такие, прошедшие Афганистан, там, горячие точки, очень нас любили, из-за того, что мы, как бы, ну, простые, говорит, слушай, там пан пришел с какими-то женщинами, я выхожу, стоит пан, и две такие, ну, пивные феи, назовем это так, со следами былой красы, но очень сильно замаскированы под фингалы, выбитые зубы какие-то, одежды такие, запишу этот видос, или нет, уже снег перестал, вот начинаешь писать видос, у тебя одно настроение, два звонка было, и уже у меня другое настроение, скажется оно на видосе, или нет, как люди в кино, в сериалах снимаются, каждый день, ну, это профит, ну, ладно, в общем, стоят эти две дамы, назовем ее Анжела Многоэтажка, или, знаешь, Жанка Безбилетчица, вот, и, ну, и пан мне говорит, Сергей, ты мой самый близкий друг, там, я хочу попросить тебя, будь свидетелем, благослови нас, и будь свидетелем, я решил жениться, я говорю, ну, ну, пан, прекрасное решение, вообще, кто, покажи, где невеста, ну, познакомься, он там имя говорит, дамы, где-нибудь в Госдуме заседают, как это часто бывает, с вокзальными, чувихами, вот, я говорю, прекрасная девушка, великолепна, а это, я говорю, вы, извините, кто близкий, пацан, она говорит, я мама невесты, я говорю, прекрасная мама, говорю, пан, ну, все хорошо, сейчас надо, говорю, надо же детали обсудить, у нас всего лишь один день, это надо в ЗАГСе где-то искать, ну, блат какой-то, это я не помню, не буду говорить, Пенза, Пермь, ну, прекрасные города, но, в общем, я забыл, где это было, я маму говорю, пан, вы пока, а они прямо за ручки, и так тянутся друг к другу, видно, что у них химия, плоть, и побеждает, вообще, любые, и все это порождает поэзию, в общем, я говорю, надо с мамой поговорить, о деталях, сколько гостей, там, как, дресс-код, мы же в дороге, смокинге, никто не брал, артисты есть, там, браво, и, мама, отошел, ну, мне стыдно, конечно, что я так сделал, я говорю, послушайте, мамаша, я говорю, видите, он людей ходит, говорю, это люди из ФСБ, говорю, это парень, очень важный музыкант, мы выполняем михи, одну миротворческую, Next Stop New Life, организацию не слышали, ничего не говорю, ЮНСФ, ну, я не понял, я говорю, ну, он сорвался, немножко выпил, говорю, у него, говорю, в Минске жена, влиятельный человек, я говорю, у нее детей, я говорю, ну, вот так у него случилось, господи, мы же он же сказал, я говорю, ну, вы понимаете, что может сейчас начаться серьезные скандалы, вы будете, не портите себе биографию, прикладываю, говорю, в качестве свадебного подарка, ну, дал, я не помню, сколько денег, сотня, наверное, баксов дал, говорю, вы, пожалуйста, аккуратно, сейчас вместе с дочкой, и говорю, вот эти люди приглядываются, которые вот ходят вокруг, ну, наши охранники там, я говорю, лучше вам больше им на глаза никогда не попадаться, ну, и мы как-то пришли, типа, пан, надо же не вести подготовиться, там, все дела, платья купить, все такое отмазали, вы знаете, пан даже не вспомнил на утро эту свадьбу, мы ему рассказывали, не помнил, ни имя невесты, ни мамы, вот так, чуть не женился пан тогда, добрый, в общем, я вижу, что история про пана, про телеу Линнштигеля, они такие, ну, никто же ничего не знает, оказывается, ну, мы же закрытые, да, анархосиндикат, все их, ну, вот ящик Пандора, это или это ящик с подарками приоткрылся, вы знаете, мне пришло в голову, что нужно вообще про многих ребят рассказывать, потому что я на концертах рассказываю, но не все же приходят, не все знают, что у нас миллион легендарных личностей, про каждого можно отдельную книгу написать, это как, ну, путешествие органов, там каждый достаточен своей, своей, особой истории, своего отдельного вепоса, я вам про бритву расскажу, про Дрэндина, миллион историй, про санки, про бандитов в Кэптон Моргане, про драки в стриптиз-барах Измайлова, в общем, много всего веселого, интересного, про краба, про цебулю, ну, если ребята мне, конечно, разрешат, потому что у пана я не спрашивал разрешения, извините за черный юмор, может быть, не совсем уместный, вот, но, такие дела, так что готовьтесь, ребята, ведите себя хорошо в моем окружении, потому что вы видите, что я за базаром не слежу, рассказываю все, как было, ну, и про себя что-нибудь тоже добавлю, ну, и чтобы как-то начать, все-таки я начну с сиропа и спана, я приехал с Крыма, в котором был два месяца, это была, ну, эпическая вообще поездка минских панков, банка Колта, банка Мамолюбы, ну, по-разному называли, постаршие, олдовые, хиппи, из-за 70-х, называли банда Мамолюбы, а все нас знали, как банда Колта, Юра Колт, наш друг, предводитель, индеец, вождь, вообще, мой кореш, любимый, которого очень, 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 очень уважаю, и горжусь, что я с таким человечищем знаком, я вам уже, может быть, говорил про него, из Чижовки, это у нас было уголовные дела, организация пацифистских группировок, на территории жил Массиво, Серебрянка и Чижовка, так вот, ну, короче, я приехал с Крыма, ну, и у меня было с собой рассыпанный какой-то чай, совершенно же с беспонтовой крымской шмалью, ну, она беспонтовая, с нее молоко можно было варить, но я уже выглядел как бывало, и поэтому в училище искусств стали мажоры как бы обращать внимание, ну, что я могу что-то достать, вот, ну, и, типа, блин, там через сироп, а как-то пару-тройку мажоров, типа, надо трава, я говорю, как нифига, мы берем вот этого беспонтового, насыпаем два корабля, ну, надо же как-то сделку обмыть, ну, чтобы не выглядело все беспонтовым, мы идем за это училище, прячемся, я ловко забиваю все это в папиросы с пяточками, с эффектом, присвистывая, и мы садимся, ну, курить, там, пан, я, сироп и эти мажоры, мы курим, ну, мы понимаем, что, знаете, для не втыкающих, трава это хихи, да, надо, чтобы на хихи пробил, и мы начинаем кашлять и похихикивать, ну, и чуваки начинают, типа, да-да, смешно, да-да, короче, мы им продали этого чая, слоненка, с беспонтовой совершенно травой, два корабля, по 5 баксов, кстати, по бешеной цене, вот, они потом еще обращались, ну, уже не буду ничего рассказывать, я надеюсь, уже столько времени прошло, что это не в счет, чай можно продавать, по 5 баксов, коробок чая, с добавлением лекарственных крымских трав, можно? А то я не люблю. качалу, т, пау, Продолжение следует...